Качай булки, умница! Ты пока что похожа на человека слева, а должна быть похожа на человека справа. В этом городе будут люди с самыми накачанными ягодицами. Весь город приседает. Всем хай! С вами Юджин. И сегодня, друзья, вместо вот этого слабака на мое место придет качок. Здорово, ребят. Ладно, как бы я не притворялся, по мне видно, что я далеко не качок. И я не из тех, кто постоянно проводит время в спортивном зале. Но я из тех, кто создает эти спортивные залы. Ведь моя главная цель в этой жизни это осуществлять мечты других людей. А о чем мечтают качки? Конечно же, о других качках. Чтобы вместе с ними ходить в качалку, разумеется. И вот такую качалку мы им предоставим. Мы будем для них, для этих качков, опорой. Мы сделаем для них платформу. Я буду держать их на своих плечах. В игре Gym Manager. Пролог. Давайте играть в игру. Где мы? Мы в подворотне. Опа, смотрите, спортзал. Это мой? Мы учимся. Чему? А! Коврик. Простите, Хоббит. А что это такое? Ты кто? Рода. Я не могу, я не ожидал. Давно я так не смеялся, конечно. Знаешь, это было столь нежно. Я вот просто... Вот кого ты меньше всего ожидаешь увидеть в спортзале? Конечно же, Хоббита. Ты куда? Куда? Чего ты встал в угол, как маленький наказанный мальчик? Я не знаю. Может быть, он слишком тяжелую штангу пытался поднять над собой. И его просто как-то сплющило. Опа! Женщина. Это ваш мальчик потерялся? Но я понял, что это не наш спортзал. Это зал, который нам показывают. Смотри, каким может быть твой собственный спортзал. Еще один спортзал. Охренеть! А, нет. Это магазин спортивных товаров. Тут тренажеры продаются. Будем знать. Ладно, собственно, здесь у нас... Ага. Спортивное питание. О! Подворот не идем. Что у нас тут? Вот это жесть. Даже не верится, что за этими домами красивый и ухоженный сквер. Сквер. Так сказал. Это барахолка. Мы здесь можем... Так сказать, серые тренажеры. Везенные нелегально в страну покупать. Они, кстати, серые и правда. А у нас есть основы. Давайте. Открыть инвентарь. Мы открыли. Ни хрена у нас нет. Спасибо. Закрываю. Открыть меню инструментов. Кью. Ничего нету, кроме кулаков. Вот так. Надо кого-то ударить. Мы никого не можем бить. Эта функция недоступна. А, нет. Я не могу бить только полицейского. Потому что он может навалять мне в ответ. У него есть оружие. О! Куда ты побежал? За полицейским? Настучать на меня? Стукачей в этом районе не любят. Нет. Черт. Мне выписали штраф. Сколько? Кому ты показываешь? Я тебя ударю сейчас. Стало темно. Очень страшно. О! Вот это атмосферно. Смотрите, даже дымок виден. Туман. Кайф. Объемные лучи. Мне очень нравится. Атмосфера создается такая, знаете, нуарная немножко. Словно мы сейчас будем расследовать преступления. Мы будем выяснять, кто бьет прохожих. О! О! Это не я бью прохожих. А почему я бегу за мной? Погодите. Я не бью больше никого уже давно. Уже звездочки даже ушли. Это страшно было. Ладно, я думаю, эти ребята просто обознались. Приняли меня за другого. Видимо, у меня та самая внешность, которая похожа на всех преступников. На любого. Абсолютно. Вот наша карта. Ага. Банк. Магазин оборудования. В общем, тут все есть. Все, что мы можем купить. Тенистый парень. Мне вот это нравится. Тенистый парень. Пойдемте смотреть тенистого парня. Он предложит нам заработать гораздо более легким путем. Или тенистым. Но путь всегда тенист. Или тернист. Не знаю. Тенистый парень, ты где? Привет, парень. Ой, ты очень тенистый. Как дела, бро? Нужно что-нибудь? Давайте поделитесь каким-то бизнесом. Что? Я предлагаю тенистому парню поделиться бизнесом со мной. Проходя мимо. Хорошего дня. Давайте, поделись бизнесом каким-нибудь. Я... Оооо. Мы можем сделать тенистого парня саботировать другой тренажерный зал. Стоит ли нам его сделать, интересно? Инструмент для входа в запретные места. Купить комментарии бота. Мне нравится. Все нормальные люди ночью спят. Евгений идет по району разблокировать метлу. Что за контейнеры? Ооо, 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 вот метла. А вот... Это кажется мое. Как светло здесь стало. Посмотрите. Мрак и свет. Это знак. Это божий знак. И девушка та самая, что была в меню загрузки. Так что это оно. Вот это вот срань. Метла разблокирована. Теперь давайте очищать тренажерный зал, конечно же. Все нормально? Достаточно этого? Достаточно. Пустое мусорное ведро. Опустошить. Опа. Хорошо, я думаю, надо саботировать другой зал. Мы бросим вот здесь. Ха-ха-ха-ха-ха. Может быть, хоббит владелец этого зала? Возможно. Мы ему будем досаждать. Хоть ты проклят, богатый хоббит. Мой тренажерный зал будет лучше твоего. Ха-ха-ха-ха. Теперь разблокировать гаечный ключ. Разблокируем гаечный ключ. Уре. Значит, нам нужно теперь двигаться кровать и мусорное ведро. С помощью гаечного ключа. Она что, прикручена к полу? Давайте разблокируем. Взять кровать. И давайте ее разместим. Вообще, мне нравится, как она стояла. Так что окей. Да и мусорное ведро, если будет стоять здесь, то люди будут сразу знать, что вот выкидывать нужно мусор. Прямо на входе или на выходе. И все же я должен проверить, иначе это буду не я. Можно ли поставить кровать где-нибудь в другом месте? Например, у хоббита. Мне, к сожалению, этого сделать нельзя, но у меня другая идея, получше. Мне кажется, кровать нужно поставить прямо на входе. Да и мусорное ведро где-нибудь вот рядом со мной. В общем, я даже когда спал, слышал, как мусор выкидывают, и никто не мусорит у меня здесь. Мы продолжаем развиваться. Покупка оборудования. Пять спортивного оборудования. И поместить спортивное оборудование, где покупается, вот там. Заходим. Ага, мы уже здесь были. Так, у нас всего 3 323 доллара. Наши полицейские все-таки оштрафовал. Значит, мы не можем себе позволить расточительство. Что значит включен в полную версию? Я понятия не имею. 680, самое пока дешевое, что я увидел. Все, что включено в полную версию, мы купить не можем. 645, жим лежа. 630, квадратные коврики. Хорошо, значит, возьмем это. Жим лежа будет один. Я думаю, одни коврики будут у нас. Все. Вы можете взять суду из банка. Что же ты сразу молчала, игра? Это же мое любимое. Где взять суду? Взять кредит. Это все? 800, это самое максимальное? А, вот максимальное. Это 2000. Я выбрал все опции. Все, осталось 8 дней. Я стану миллионером здесь. Что ж, нам нужно поставить вот эту штуку. Как-нибудь. Так, наверное. И повсюду будут коврики. Я не могу. Я не могу, это слишком сложно. Значит так, Жендос, в говно макнуть твой нос. Я хочу за тебя чувствовать гордость, а не гребаный стыд. Там легкий вес я тебе поставил. Давай тягай, говорю. Но вы говорили, что подстрахуете. Да, говорим. Но вы смотрите в телефон. Ты думаешь, я что, буду ждать, пока там пройдешь наконец, а? У меня тут важная игра. Бесплатная мобильная тактически супер нового поколения. Арена Брейкалт. Арена Брейкалт? Я тоже хочу поиграть. А вот как отожмешь от грудия, тогда и погамаешь. Ладно. Я не могу, я не могу, нет сил. Ужай, ты зубами об ступеньке. Ну, шо ты такой, слабак, а? Ну, на прикидываем и жсу. Вот, давай, давай еще. Давай, тягай, будем играть в Арена Брейкалт. Мне есть еще немного. Пожди, они рвутся. Я тебе по-другому сам знаю, шо, если ты не выложишься на 110%. Давай. Если ты даже телефон поднять не можешь, то как ты играть собираешься, а? Слушай, я погнал отсюда. Куда вы? Подальше, чтоб не глаза тебя не видели. Не, ну где-то видно, чтоб телефон даже поднять не мог, а? Нет, 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 я сейчас смогу, сейчас. Я сейчас... Блин. Я так хочу поиграть в Арена Брейкалт. Арена Брейкаут это тактический шутер нового поколения для мобильных устройств, где не обязательно быть последним выжившим. Это как мобильный Тарков, и здесь побеждает тот, кто умеет добывать и сохранять ценный лут. Выбирай из широкого ассортимента различных пушек, обвешивай их, используя все продвинутые возможности кастомизации, и сражайся с более чем 80 миллионами игроков по всему миру. На красивых и продуманных локациях, где все, от динамичного освещения до объемного неба, сделано для твоего максимального погружения. Игра абсолютно бесплатная, при этом с надежным античитом, поэтому все, о чем тебе нужно беспокоиться, так это какую тактику игры испрать для себя. Сражайся безрассудно, рискуй или действуй осторожно, ведь главная цель уйти с поля боя с ценной добычей. В игре постоянно происходят обновления, и появляются интересные ивенты, поэтому скучно никогда не бывает. Скорее качай игру по ссылке в описании. Игра уже официально доступна в Google Play и App Store в России. Теперь поверните знак, отлично, поворачиваем, открыт, спортзал открыт, и купить брошюру надо, где? Бюджет, музыка, брошюра, вот, самую дешевую, пожалуйста, простая брошюра, добавленная, подметаемая. А, 10 штук надо купить, хорошо, 10, 3 уже, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раздайте брошюру, а, пойдемте. Здравствуйте, не хот... Э, он мимо меня прошел, ну-ка, желаете ли посетить мой спортзал? Жалко. Как мне дать брошюру? Вот, она пока еще не вступила, у нее хорошее настроение, покажи мне как братан. Показать как братан, это как? Ее, вот, брошюрка. Позвольте мне показать вам путь. Как братан показываю тебе путь, вот сюда заходи. Какого-то полицейской. Ничего, я кредит взял, у меня есть с чем расплатиться. Она зашла? О, там люди вовсю же заходят. Че ты делаешь? Это что за гимнастика у тебя сейчас была? Что с тобой, мужик? Хорошо, давайте продолжаем раздавать брошюры. Люк-брик. Хорошее настроение, но при этом имеет больше шансов в тренажерный-тренажерный зал. Мы можем с ним флиртовать, и могу флиртовать сейчас, он занят, извините. Ладно, хорошо, позвольте показать путь. Он знает путь. А в брошюре все написано. Ладно, одного человека из подворотни я уже заманил. Теперь братки будут знать, что братаны тусуются в моем тренажерном зале. Женщина не может выйти. Мне это нравится. Что это за звук? Клиент кричащий. О, нет! Извини, я очень хочу спать. Потом я тебе помогу обязательно. Сначала нужно закрыть тренажерный зал. Сейчас закроем. Ляжем спать. Ох, хорошо спится. Люди все еще здесь. А как же человек, которому... Ой, он не дождался моей помощи. Хороший был день. Я думаю, надо продолжать брошюрки раздавать. Вот, Оливер Митчелл. И хотите ли попасть ко мне в тренажерный зал? Он не открыт. Ой, хорошо, надо же открыть. Вот, теперь он открыт. Где этот чувак? Вот женщина, давайте ей дадим. Пожалуйста, загляните. Хорошо, вот я раздал ей брошюру. Она пошла в туалет. Но там нету ничего. Куда вы все идете? Там ничего нету. Вот, а мне нравится это упражнение. Класс. Это на все группы мышц, скорее всего. Так, кому-то здесь... Во! Нравятся ваши черные глаза. Вы поклоняетесь сатане, судя по всему. Такие у нас здесь в почете. Хорошо, брошюра раздана. Раздана. Люк Брик тебе уже давал? Ну, возьми еще. Люк Брик, привет! Не хочешь? Пока они тренируются. Что значит обманывать людей? Это как? Обмануть. Классно. Лучше всех занимаешься. Самый накачанный здесь. Уже его раскрутил. Лоха этого. А ты, жердяй. Да! Вот это банки. Раскрутил я его. Так. Умница! Ты что тут делаешь? Коврик занят. Что не видел? Смотрите, можно поговорить с Хейсом. Александр. Ты слаб. Уходите. Хорошо. Вот и поговорили. Обмануть его. Люк Брик, это ты снова? Я тебе 4 брошюры, по-моему, дал. Он встревожен. Для обсуждения подписки я его... Наконец-таки я его склонил. Позвольте мне дать вам ценовой лист. Давай. 7 дней за 375 или 3 дня. За... Не понимаю я. Что я должен сделать? Ладно, подтверждаю. Я принимаю предложение. Все! Лоха развел. Купить полку. Поместите полку. На чай дали. Нормально, так 2 штуки дали. Это получается моя касса. Хорошо. Значит, нам нужно купить полку. Давайте посмотрим. Где же ее купить-то? А, полка в ту сторону. Скоро приду, друзья мои. Итак, у нас есть целая полка. Покупать. Купить добавку спортивную. А что дымится под тобой? Почему? Коврик сломался? Используйте гаечный ключ, чтобы исправить сломанные машины. Коврик сломался. Ну, конечно, сломался. Давайте заплатим, чтобы исправить. Yes, I am growing very strong. Ты very strong. Конечно, ты очень стронг стал. 800 долларов за сегодня заработал. О, она просто пришла денег мне дать. Спасибо. Ой, какие вы добрые. Так вы помогаете детям, обещаю вам. А я в душе всегда ребенок. Главное, не помогайте вот этому ребенку. Он негодяй. Посмотрите на него, негодяй. Хитрые глаза. Он хочет меня обставить. Этому не бывать, хоббит. Нам нужно прибить полку. Нужно найти самое подходящее место для нее. Мне кажется, вот здесь. А теперь купим добавки. В специализированном переулке, где стоит тенистый парень. Мы купим у него трамбологиния. Понятия не имею, что это, но уже страшно. Балданум и тестостерон. А, нам все-таки нужно купить добавку. Блин. Простите, вы работаете? Никого нету. Ну, я возьму, что ли? Это что-то самое дешевое есть. За 15? Вот одну возьмем. Какие-то витаминки сраные. Нам нужно поставить добавку на полку. Так, теперь гоу спать. Что ж, сегодня будет очередной прекрасный день. Где люди будут наращивать мышцу. А, вон справа еще и задание. Обучение продолжается. Но это как в жизни. Я буду всю жизнь обучаться. А люди в моем зале будут всю жизнь качаться. Куда ты? Что? О! Ты фокусница. Как ты это сделала? О! Это никогда не надоело. Ладно, у меня есть задание. Я не могу тут на тебя внимание обращать. Давайте расширим нашу площадь. Вот. Плюс 300 баксов. Сколько у нас членов в нашем спортзале? Всего один. Люк Брик. И он очень доволен. Надеюсь, он придет сегодня. Потому что Люк хочет явно получить наши классные брошюры. Мы будем ждать тебя, Люк, сегодня. Уже 308. День только начался. Два человека. А я уже заработал дофига. Этот зал очень прибыльный. Вот, давайте поговорим с Брэндоном. Ты выглядишь худой. Приходите попробовать тренажерный зал. Уходите. А если пофлиртуем? Пожалуйста, нет. Ты такой смешной. Вот, нет. На самом деле, нет. Вот, возьми брошюру лучше. Он сейчас переоденется и станет нашим клиентом. Да! Ой! Как плохо получилось. 462. Откуда? Откуда деньги набираются? Здесь нет людей. 539. Стоп, я не понимаю, каким образом я зарабатываю. 616. Эта женщина положила денег. Ничего. А если я еще и брошюр ей дам? Ну-ка, пожалуйста, идите в зал. Она пошла. И, может быть, она сейчас даже заплатит. 693. А! Немножко вот сломан. Ты что, не видишь, что он дымится? Ну, че ты? Это только для смелых. Режим хардкор. Давайте купим молоток, чтобы сделать ремонт, да? Стены выбить. Секунду, нам нужно туда, где тренажерное оборудование продают. Это здесь. Я куплю максимальное количество ковриков. Быстрее заходим. Кровать. Нет, стой. А! Убежала. Я какой-то маньяк. Уже 1000 долларов тем временем. Я, конечно же, заберу, спасибо. Вот сейчас один человек всего лишь в зале. Посмотрим, появятся ли еще деньги. Я знаю, что точно появятся. Это еще больше ковриков. Максимально близко друг к другу. А ты че разлегся? Коврик я еще не постелил. Погоди, встань. Теперь давайте возьмем молоток и снесем эту чертову стену. Боже мой. Одним маленьким касанием. Как это графично? Куда ты пошла? Погоди, тут опасно ходить без каски. Ну ладно. Опа! Тут даже есть замурованная лестница. Мы можем сделать самый огромный спортзал ковриков. Тут все будут только приседать. Ладно, хорошо. У нас есть еще обучение. Купить гребанное украшение. Это что? Что есть украшение? Аааа, плакаты. Что Люку Брику больше понравится? Вот это мне интересно. Я думаю, он дамский угодник. Поэтому ему нужно вот эту девушку купить. Плакат красивый. О, идеальная ситуация. Значит, Элла Аллан у нас. Пожалуйста, идите. Идите в зал. Куда она пошла? Я же дал тебе брошюрку. Пожалуйста. Флиртовать давайте. Не могу. Еще раз. Позвольте вам показать путь. Клиенты не придут так поздно. Ааа. Я буду ждать тебя. А чтобы ждалось легче, я пойду спать. И приду к тебе утром. Она пошла. Умница. Посмотрим, как она будет заниматься и заплатит ли нам за это. Давай. Качай булки. Умница. Ты пока что похожа на человека слева. А должна быть похожа на человека справа. Эта брошюрка это еще и ориентир. В этом городе будут люди с самыми накачанными ягодицами. Все благодаря приседаниям. Вот. Так, кто-то заплатил мне денег. Все-таки они платят деньги за то, что приходят. Один. Она заплатила. Значит, получается, мы можем покупать неимоверное количество брошюр. Раздавать их людям. Они будут приходить и платить мне деньги. Мы сейчас это обязательно сделаем. Но сначала нам нужно поместить украшение. Нам нужно найти, естественно, самое подходящее для этого место. Как насчет на этой стене? Выглядит очень стильно. Да, ребята, давайте. Я обману вас. Очень классно. Я вас обманываю. Я так раскручиваю вас сейчас. Вы не представляете. Ааа. Умница. Качок. Уу. Умница. Качай. Качай свои булки. Мы два раза его обманем. Дэниел, ты такой олух. Я его раскрутил. А теперь давайте попробуем всем раздать брошюрки. Эллан, заходи. Райан, заходи. Калиста, заходи тоже. Чуваку по майке, заходи. Итан, тоже иди. Всех. Мой зал. Всех. Мой зал зову. О, рыжая красавица. Иди. Уже подписано? В смысле подписано? Кто это? Люк Брика и мой подписчик единственный. Иди скорее в зал. Че ты? Приходи. А то ты худой какой-то. Уходите, он мне говорит. Я ему мешаю. Я его отвлекаю. От чего интересно? Того, что он идет в мой зал? Или не сегодня? Эй. Придется мне флиртовать с ним. Я богат. Потеряться неудачника. Пожалуйста. Блин. Ладно, все равно подписан на нас. Чем мы паримся? Главное, чтобы он деньги платил и все. Покажи-ка мне, братан. Идем, идем, идем. Все люди у нас занимаются будут. Слышишь, Бильбо? Все занимаются только у меня. А у тебя сколько людей? Никого нет. Пустой зал. Ха-ха-ха. Пустой зал. Все потому, что любят мой зал. Он не такой, как все. Тут бананы. Есть. Потому что бананы это полезный источник кальция, белка. Да не важно, чего источник. Главное, что... Опять люк? Что-то все вокруг да около ходишь. Ну зайди ты уже в зал, ну позанимайся. Ай. Мне нужны новые клиенты, а не старые. Все пойдут в зал ко мне. О да, Изабелла, иди к нам в зал. Погодите, стоп. Что? Чувака зовут Гектор Вектор. У меня рифмующееся имя. Евгений Гений. А деньги-то копятся. 400 долларов только что при мне положили. Гектор Вектор. Эмили, стойте. Стойте. Погодите. Попробуйте мой зал, Эмили. Уходите. Флиртуем. Быстрее. Что у нее с голосом? Ладно. Я... Я твоя судьба. Как вы думаете, как вы должны так подходить ко мне? Пожалуйста. Ладно, я еще раз попробую. Флиртую. Она сказала, что у меня классное тело. Естественно, я владею залом. И занимаюсь сам тоже. Давайте попробуем этот вариант. Может, ей пригодится? Как вы думаете? Да господи, как же мне с ней флиртовать? Еще раз. Ладно, на самом деле, не берите в голову пока. Пожалуйста. Еще раз. Стой, Эмили. Попробуйте вариант, я богат. Блин, ей ничего не нравится. Ты такой злой. Главное, чтобы деньги капали. 400 долларов уже. О, как всегда, с кайфом поспал. Мой зал витком набит. Открываем его. О, у меня минус 113 долларов. Срочно. Мы должны обмануть ее. Отлично, обман состоялся. Облапошенная. Круто. Ой, как классно. Андреэ, ты просто умница. Давайте, идите, занимайтесь. Ой, что это? Что случилось? Вы должны немедленно выбить кричащего клиента. Что значит выбить? Молотком тебя выбить или чем? Простите, я не знаю, как вас выбить. Ладно, неважно. Банановая кожура ее выбьет. Продолжаем застилать все ковриками. Это просто зал для групповых упражнений на приседания. Разблокируйте ролик и краски. А, боже мой, ладно, сейчас приду. Голярный валик разблокирован. Теперь вы можете покрасить свой тренажерный зал. Ну, давайте покрасим. Что бы купить? Какой цвет? Не такой убогий, как у меня. Вот такой? Точно такой же. Давайте, прихожая будет красивой у нас. Готово. Теперь нам нужно саботировать. Разбить окно спортивного зала с молотком. Моча клиентов противника в спортзале пи. Полиция будет преследовать вас. Погодите, я могу саботировать сам. Саботируем легко. Обращайся в молотко. Теперь быстро мочи. Прямо на хоббита. Бегом отсюда, легавые. Стоп, надо убрать орудие. Потому что меня заподозрят иначе. А, ха-ха-ха-ха. Посмотри, сколько... А! Чёрт. Насколько меня штрафанули? Насколько? Блин, нормально так с меня взял, гад. Я буду продолжать саботировать. Вот тебе. Прямо на твоих клиентов я ссал. И на тебя, проклятый Бильбо. Тебе не стать лучшим тренажёрщиком в этом городе. Ты понял? О, посмотрите, у меня, вы видите, бегут люди. Потому что не нужны все эти беговые дорожки. Это всё для пусек. Ты должен сам встать и бежать. Делать вид, что бежишь. Это гораздо сложнее. Тут ещё и мышцы воображения качаются. Сколько ты КМЭ хочешь пробежать, чувак? Красава. Кстати, давайте отдадим кредит. Оплатить. Оплатил, чтобы взять новый кредит. Две тысячи. И теперь сразу же его погасить. У меня будет идеальная кредитная история. Купить блокировку. Ладно. Мы всё ещё продолжаем чё-то там мутить. Отмычка это к тенистому парню. Чё я вечно хожу к нему ночью? Он очень тенистый, его вообще не видно. Лучше я пойду утром. О, какой ты на самом деле светлый мальчик. Давай-ка мы у тебя купим отмычку. Раз, два. Теперь же нам нужно использовать эту отмычку. Мы всё можем здесь отмыкать. Охренеть. Вот, видимо, какая-то автомастерская здесь легко будет открыть. О, боже мой. А как? И чё нажимать? И. Есть. Ага. Ещё чуть-чуть. Фига я прям по центру жму. Открыл, заходим. И чё дальше? Зачем мы это открыли? Чтобы что? Уже заблокирован. Эээ. А, ну вот это лёгкое точно. Мы разблокировали две двери, но это нам ничего не дало. Мы просто этим занимаемся по фану. Это наше хобби. 200 долларов уже у нас в кармане. А, нет, погодите. Вот теперь в кармане. И при этом, при всём, у нас всего один... У нас всего один член клуба. Посмотрите, люди просто кидают бабло пачками. Это самый успешный бизнес за всё время. Возможно, даже успешнее, чем продажа касс. В том видео, где я открывал свой супермаркет, вы можете здесь его посмотреть. Я не успеваю возвращаться из магазина, как люди пополняют мою кассу новыми деньгами. И вот, спасибо большое, дорогой сэр. Это бесконечный источник дохода. Все эти люди будут работать на меня. Спасибо большое. Я счастлив, что вам нравится мой зал. Вот, этот коврик будет самый хардкорный. Потому что на нём и банановых кожуры целых две лежит. Сможешь ли ты приседать на таком коврике? И это для самых крутых. Я хочу спать, друзья. Вы меня утомили. Открываем свой зал. Давайте, люди, пора. Пора заниматься. Я только проснулся, а уже 490 долларов лежит. Господи, люди падают, бьются друг от друга. Как будто бы я на рок-концерте нахожусь в портере. И мне за это ещё и платят. Умница. Просто красава. Лучший, лучший. Да, вот ты тоже классно лежишь. Женщина отдыхает. Вот, давай, миллер. Ты был самым слабым в своём классе. Пришло время это изменить. Ты больше не тот мальчик слабенький. Ах, ветерок подул и тебя просто снесло. Слабак. Брэндон Тёрнер. Смотри, какой старый, но при этом он занимается спортом. Будет жить долго. Этот чел тоже на беговой дорожке. Только он решил ходить. Это правильно, чтобы колени не убивать. Темно и мрачно стало в тренажёрном зале Бильбо. Он стоит и плачет в углу. Пойди посмотри на мой тренажёрный зал. Может быть, ты сам захочешь в него записаться. А то у меня всего один член подписан. Мне нужно больше. У меня ещё есть 32 брошюрки. Надо завлечь людей. Пожалуйста. Заблудиться. Я не в этом отчаянии. Но пож... Я приду снова. Блин, она не хочет. Покажи, как, братан. Вот, иди туда. Вот ещё один человек остался. А, она не хочет. Вот ещё два новых клиента пришло. Как там мои доходы? 2 450. Ой, мне нравится. У меня уже 10 тысяч. Купим на все эти деньги ковриков, конечно же. Ладно, закрываем зал. Распать. Снова открываем. Друзья, пора заниматься. О, боже мой. Эта женщина изоблюренное лицо. Кажется, это проклятый плакат. Неудивительно, что тут с людьми какие-то странные вещи творятся. И глаза у многих из них просто чернющие. Я, походу, сделал какой-то проклятый спортзал. Или это Бильба наслала свою чёрную магию на меня. Неважно. Зато у меня много ковриков. Вот. Красавцы. Давай. Просто ходим и хвалим всех. Умница. Excellent. Да. Я уже раскрутил вас. Вы видите, как я вас раскрутил? Вот они уж летают в кручении. Давай, раскручивай их. Отлично. Деньги. Клиент раскрутил. Бабла прихватил. Это мой девиз. О, этот чел всё ещё ходит здесь. Ещё 1300 долларов. Это сколько я могу за день зарабатывать? Ладно, давайте всё-таки жалимся над людьми. И попробуем убрать весь мусор. Оп. Конечно же, мусор мы кидаем прямо к Бильбу. Или он Фродо. Я не знаю, мне пофигу. Хоббит, он падла ещё там. Получай. Он смотрит, как я перебросил через дорогу мешки. Прямо в его зал. Ой, не могу. Это так смешно. Давай. Оп, оп. Я разрешаю всем говорить, выражаться, как они хотят. Красава, мужик. Говори громче. Подбадривай остальных. Вот. Весь город приседает. Смотрите. Я сказал, что я твоя судьба, и ты женщина. Она такая, ты такой смешной. Вот мой номер телефона. Давай встретимся позже. А как мы встретимся позже? Откуда столько мусора внезапно? Стре надо убрать. Людям некомфортно в моём зале. Стоп, это той девушке? Когда я сказал ей, оставь мне свой телефон, она это буквально восприняла? Гоу, 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 гоу. Ребят, давайте, давайте, давайте. Вот нажмите. Сейчас я от мусора избавлюсь. Ой. Обидно. Ладно, потом. А что вы стоите, ребят? Люк. Брик. Наконец-то услышит требование. Я хочу купить балданун. Продать, конечно же. Я не знаю, что ты только что продал. А ты что хочешь? Нейтан, я хочу будет... Есть! Но сейчас нет места. Извини. Мне достаточно люка, что вот он, преданный подписчик. Я таких ценю. Хочу купить балданун. А, это незаконные добавки. Хорошо. Я продам. Но у меня его нет. Сейчас приду. Уже двое попросили балдануна. Первому я продал. Привет. Чувак, тут нужно балдануна мне. Я куплю вот столько. Ну, еще давай побольше от этого. На всякий случай. Спрос на всякие гейнеры начал вырастать. Это хорошо для бизнеса. Плохо для здоровья, но хорошо для бизнеса. Хектор Вектор. Хочу быть участником. Извини, мест, к сожалению, нет. А вот, балданун есть. Мест нету. Так, денег навалом. Ну, чего у нас не навалом? Так, это ковриков. А еще не навалом. Мусора убильба. Получай. Вот тебе. Быстрее. Надо. Максимально ему делать плохо. Говнюх, потому что он злодей. Быстрее, пока легавые не пришли. Быстрее. Ай, стой, стой. Стой. Кровать. Кровать ставим. Нет, 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 нет. Все. Ух. Все. Оп. Полицейский идет. Я, пожалуй, углублюсь, чтобы меня не штрафовали. Более того, я закрою зал и лягу спать. Сбежать из полиции перед сном. Ладно. Пойду сбегу. Это то, что я делаю обычно перед сном. Моя рутина. Я сбегаю от полиции. Мы сбежали? Почти что, почти что. Есть. Теперь можно спокойно спать. Черт, я не успеваю убирать за вами, за всеми. Как тяжело иметь много клиентов. Это то, чего Бильбо не понять. Ведь к нему никто не ходит. А, нет, погодите, ходит. Мешки с мусором, например. Идеально два мешка на столик кинул. Смотрите. Вот. Молодцы. Молодцы. Занимайтесь. Перестаньте кричать, пожалуйста. Моё зрение. Всё, всё абсолютно в уведомлениях. Я не могу этого вынести. Ладно, они прекратят рано или поздно. Чего тут очередь выстроилась? Итак, я хочу быть участником. Если только по максимальным ценам согласишься, тогда разрешу. Я хочу выбрать 5 дней опция. Принимаю предложение. Если они согласны на самые большие цены, я в принципе не против. Она принимает. Хочет быть участником. 5 дней за 675. А я сколько ей предлагал? 5 дней. 480. А, погодите, а почему каждый раз меняется цена? 700. Стоп, вот так ещё больше. Выбирай. За 770. Я принимаю твоё предложение. 4700. Во-первых, я хочу затусить с кем-нибудь. Давайте найдём себе спутницу на вечер. Калиста. Флиртовать. О, да. Я твоя судьба. Я смешной. А, просто я богат. Успешный бизнесмен. Это девушкам нравится. Давай встретимся. Что это значит? А если к другой подойти? Я твоя судьба. Спасибо, дорогая, скажем. Эй, ничего не меняется. Всё то же самое. Давайте закроем зал и ляжем спать. Открыт зал. Ну что, друзья, вперёд. Заниматься. На улице всё спокойно. Впервые полицейским нет работы. Разве что. Я могу избивать своих клиентов. Безнаказанно могу их избивать. И полицейские ничего сделать не смогут. Потому что они не выйдут отсюда, чтобы пожаловаться. Его чувака наконец-таки спустили с беговой дорожки. Слушайте, я фактически открыл для себя боксёрский клуб. Где только я могу бить. А вы боялись банановой кожуры. Ну-ка, платите мне деньги быстро. Давай, не халтурь, занимайся. Тебе ещё три подхода. А мне ещё минуту бить. Отрабатывать удары. Все люди начали бегать. Хватит бегать. Отдохни. Сколько я выбил из них? 2 500. Прекрасно. Интересно, я не слишком долго её бил? А нет, она встала, всё в порядке. Кстати говоря, коврики. Интересно посмотреть на человека, который будет приседать на этом коврике. Это самые-самые хардкорные места. Что ж, давайте продолжаем убирать наш зал. Он должен быть лучшим. Чистым и опрятным. Вот так. О, полицейский, надеюсь, не заметил преступление. Смотрите, смотрите, клиент. Всё-таки остался человек ещё. Невзятый в плен. Что-то люди стали мало денег кидать мне. Надо их взбодрить брошюрками. У них отличное настроение. Это радует. Это хорошо. Но они меня все посылают нахрен. Простите, почему? Я вас бил. Я больше не буду. А вот, Самуэль хочет, чтобы я показал ему братана. Братан, это я. Вот, всё. Они меня простили. Идите в зал, занимайтесь. Я вас прошу. Зал-то ведь открыт. Что-то очень много людей меня начали посылать. Я все брошюрки на них просто так трачу. Красава, красава, красава. О, нет. Люди стали очень мало платить. Я усвоил важный урок. Ты можешь запирать людей в своём зале. Ты можешь их обманывать как хочешь. Но только не бей. Иначе они заподозрят, что ты гнида. Ладно, утром, вечером мудренее. Они меня сейчас простят. Они походят в моём зале, ночь всю. И научатся уму-разуму. Так, смотрите, смотрите, коврики пополняются. Хорош. У людей короткая память. Все красавцы, все красавцы. Вы лучшие. Я чувствую, что это как прихожане в какой-то моё собственный культ. А вот, смотрите. О, вот это действительно красавчик. Как ты это делаешь, понятия не имею. Но я тебе похлопаю. Моя работа теперь просто ходить и обманывать их. Посмотрите, сколько энтузиазма у этих людей. И даже музыка не нужна. Это всё только шум. Вы достигли конца пролога. Судя по всему, игра хочет сказать нам, что я весь город, абсолютно весь город привёл в свой тренажёрный зал. Теперь это будет город с людьми, у которых самая красивая накачанная попка. И самый ненакачанный в мире человек это я, но при этом с кучей денег. И всё это на одних ковриках. Проклятый хоббит. Мы утерли ему его маленький хоббитский нос. Так ему и надо. Пошёл он. Жалко, что игра не дала мне возможность посмотреть, сколько я заработал за этот день. Потому что все, абсолютно все на ковриках занимались. Я фактически стал бы миллионером через несколько дней. Всё потому, что предпринимательская жилка во мне, она очень жилистая. Ну а с вами был Юджин. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что я заслужил лайка. Если так, то поставьте мне лайк, пожалуйста. Иначе я запру вас в своём спортзале, и вы будете вынуждены приседать всю свою жизнь. И всю жизнь давать мне пятюлю. И это не обман. Я вас всех люблю, обожаю, целую, обнимаю. И жду пятюлю. Раз, два, три и пять.